Я Алексей. В эфире очередная передача ТВ-Инфо. Скоро Россия погибнет под мусорным цунами. К 2018 году в России скопилось 43 миллиарда тонн промышленного и бытового мусора. Мусором завалено все, площадки для мусорных контейнеров в жилых кварталах, остановки транспорта, обочины автомобильных и железных дорог, лес, берега рек и озер, дачные поселки. Это наглядное свидетельство того, что мусорная реформа осталась в правильных текстах постановлений, а в жизни не работает. Мы не заметили, как завалили мусором все вокруг себя. Только поранив осколком разбитой бутылки ногу, на берегу дикой речушки, или нагнувшись за белым грибом в сибирской тайге и, обнаружив рядом пластиковую пивную бутылку, мы замечаем, как загажена наша Родина. Загрязнение окружающей среды бытовыми и промышленными отходами угрожает здоровью и жизни. Возникают неведомые ранее инфекционные заболевания, появляются новые болезнетворные вирусы и бактерии. Эта природа пытается избавиться от людей, угрожающих самому ее существованию. Прошло два года с того момента, как в России началась мусорная реформа. За это время ничего не изменилось. К такому выводу пришли аудиторы счетной палаты. Почему? Потому что население не принимает участие в мусорной реформе. Логика обывателя проста, раз я плачу за вывоз мусора, то не стану тратить время и силы на его сортировку. Зачем я буду захламлять мусором мою маленькую квартиру? К тому же, мне неудобно нести большие пакеты с пластмассой с моего 24 этажа в какие-то там контейнеры во дворе, расположенные далеко и неудобно. И все же. Давайте подумаем. При каких условиях граждане начнут сортировать свой мусор? Об этом узнаете в статье, ссылка на которую расположена под этим видео. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.